Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Скайрим, Гильдии, Тёмное Братство. В прошлой серии мы, собственно, вступили, и нас избрала Мать Ночи Слышащим. Теперь же Астрид боится, что мы будем как-то оспаривать её власть, и отправляет нас на обычные задания для того, чтобы обдумать. Что ж, давайте-ка. Жестокая маленькая тварь. Что ж, Назим, давай сюда свои кресты. О, нет. Этого дня не будет. Что ж, ты как всегда вовремя. Ко мне поступили два новых контракта. Один лёгкий, а другой немного потруднее. Первый твой объект это Орг Барт по имени Лурбук. А второй вампир по имени Херн. Доброй охоты. Да будет так. Итак, первая цель. Вампиры по имени Херн. Их тут, как вы поняли, двое. Но нас интересует исключительно мужчина. Не то, что у них был какой-то звук. Пощады. Прошу. Пощады. Хватит. Ну что ж. Я думаю, это были как раз сложные враги. Потому что убить Барда... ...будет ещё легче. Собственно, Барт у нас живёт в таверне Морфол. Довольно лёгкая цель. Надеюсь, всё пройдёт... ...быстро. ...без сучка... ...без сучка... ...и без задоринки. Стрелу не вернёшь? Ну ладно. Это мой тебе прощальный подарок. Что ж, вот и всё. Конечно, Астрин. В чём дело? Слушай, что-то тут происходит. Не знаю точно, что именно, но... ...мы должны это выяснить. Если мать ночи действительно приказала тебе поговорить со связным... ...глупо не слушать её. Думаю, ты согласишься, что Цицерон принёс довольно безумие в это убежище. Так что ступай в Лундрут. Это склеп далеко на северо-востоке. Поговори с этим Омоном-Матьером. Посмотрим, куда это всё ведёт. Хорошо. Меня ещё ждут дела. Это были лёгкие контракты. Обои. Пускай вампиры грозные враги. Но это были не те. Дело с делом. Чудесно. Я вот что скажу. Хороший Барт, мёртвый Барт. Ох уж мне эти песни и веселье. Твоя обычная плата за работу. Черн. На этот раз я совершенно серьёзен. Одолеть вампира это сложная задача. Молодец. И если вдруг выпало сомнительное счастье подцепить сангвинари вампирис, не забудь полечиться. А то станешь как наша бабетта. Если, конечно, это не входит в твои планы. Вот денежки. Следующее наше место назначения – Волундрут. Это недалеко от Лабиринтиана. Отправляемся, пожалуй, туда. Собственно, Волундрут. Довольно неприятное и опасное место. Но нам, собственно, в гущу лезть ни к чему. Здорово, Омон Матьярн. Всемогущие боги. Вот и ты. Вот и ты, наконец. Это ужасное чёрное таинство сработало. О, я знаю. Я знаю. Но я так рад, что ты здесь. Позволь мне изложить мою просьбу. Наверняка твоё время тоже стоит дорого. Я хочу обсудить контракт. Даже несколько. Я полагаю, эта работа станет самой важной для вашего братства за последние века. Продолжай. Как я уже говорил, убить нужно несколько человек. Объекты, как и способы ликвидации, довольно разнообразны. Наверняка человек вашей профессии даже получит от этого удовольствие. Но знай, что эти убийства – лишь шаги на пути к главной цели. Они просто помогут тебе приблизиться к ней. И эта цель, и есть та причина, по которой я разговариваю с головорезами в отвратительном подземном склепе. Хм. Я хочу, чтобы вы убили... Императора. Вожди возвышаются и падают, а дело есть дело. О, чудесно. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Мы так долго шли к этому дню. Столько было маневров и уловок, и звезды, наконец, сошлись. Но я отвлекся. Вот. Отнеси это своему... ...начальству. Рекс, предметы. Рекс. Вот. Вот. В запечатанном письме все, что нужно сделать. Амулет очень ценный. Им ты можешь расплатиться за все и всяческие расходы. Тебе... ...еще что-то нужно? О, мой лукавый друг. Когда император Титмид Второй умрет, вы получите золото. Много золота. Но это еще далеко не все. Говорят, в последние годы Темное Братство пришло в упадок. Что вам не хватает влияния, богатства и уважения прежних дней? Разве это не так? Если вы это сделаете, если вы убьете императора, о, как вас будут бояться и уважать в народе. Я согласен. Отнеси это твоему начальству. А мне... ...мне пора уносить ноги из этого гнусного места. Отправляемся обратно. Отчитаемся перед Астрицем. У нас новый контракт. Астриц. Вот и ты. Итак, разговор с Матьером состоялся. Чего он хочет? Матьер хочет, чтобы мы убили императора. Ты шутишь? Вообще-то нет. Что это? Письмо. Клянусь, Ситисом, ты не шутишь. Убить императора Тамриэля. Темное Братство не бралось за нечто подобное со времен убийства Пелагия. На самом деле никто не решался убить императора Тамриэля со времен убийства Уриэля Септима. А это было-то 200 лет назад. Нет, конечно, нет. И непонятно, почему, но она решила передать послание Матьера тебе. Я не совсем понимаю, что происходит. Ты правда слышащий, или это какой-то обман, или что? То, что нас ждет. Проклятие. Конечно, возьмемся. Если мы выполним этот заказ, Темное Братство получит репутацию и уважение, которым не пользовалось сотни лет. Я ни за что не откажусь от возможности привести свою семью к славе. Но все это надо переварить. Мне нужно время, чтобы прочесть письмо и решить, как мы будем действовать. И этот амулет... Хм... Думаю, первым делом надо оценить амулет. Я хочу знать, откуда он взялся, сколько стоит, и сможем ли мы его продать, чтобы нас не загребли. И в этом нам поможет только один человек. Делвин Мэллори. Он скупщик краденого, одиночка. Работает в крысиной норе, в Рифтоне. Давай письмо. Отнеси амулет Мэллори. Узнай, что сможешь, и продай его, если Мэллори возьмет. Он предложит аккредитив. Это нормально. Мы с Делвином Мэллори давно сотрудничаем. Хм... Ему можно доверять. Да будет так. Старик Делвин, я иду. Тебе что-то нужно? Для гильдии самое лучшее. О, понятно. Ну, да у тебя всюду друзья. Надо же. Ну и... Как дела у Астрид? Пусть заглянет как-нибудь. Выпили бы вместе. Поболтали. А-а-а. Дело. Конечно. Какое дело? Амулет. Посмотрим. Боги. Откуда? Откуда это? Не говори. Мне лучше не знать. Это амулет императорского совета старейшин. У каждого члена совета есть такой. Стоит целое состояние. И с ним никогда не расстается без серьезного повода. Слушай, это не мое дело давать советы темному братству. Но если вы убили члена совета старейшин, вы уж тогда... Ты его купишь? Я? Куплю? Его? Амулет совета старейшин? О, да. Да, да, разумеется. Погоди секундочку. Вот, держи. Это расписка. Симастрит. И только она получает право на любые товары и услуги от меня. По обычным договоренностям. Отнеси его своей очаровательной госпоже. И передавай привет. Пока старый прохвост. Дэлвин Мэлори. У меня работы полно. О, если тебя, конечно, золотишко интересует. А, вот и ты. Ну, что сказал Мэлори? Амулет неподдельный? Амулет настоящий и наверняка не краденый. Наш заказчик из совета старейшин. Совет старейшин? Что ж, многое проясняется. Матьер, ах ты мерзкий мальчишка. Нанимаешь темное братство, чтобы подняться из грязи в князи. Любопытно. Мэлори согласился купить амулет? Да, вот расписка. Отлично. Значит, нам пора начинать. Точнее, тебе пора начинать. В конце концов, мать ночи обратилась именно к тебе. Итак, надеюсь, у тебя есть парадная одежда, потому что ты отправляешься на свадьбу. Ну, это скорее большой прием. Будет чудная пирушка. Поболтаешь с гостями, попробуешь торт, прирежешь невесту. Идет. Да, да. Тебе нужно убить невесту. Прямо на свадьбе. А, говорят, романтики больше нет. Тихо. Хорошо. Жертву зовут Виктория Вичи. Она отвечает за дела Восточной Имперской Компании в Солитьюде. Свадьба будет проходить там, в Храме Богов. Ее смерть вызовет смуту, чего мы, собственно, и добиваемся. Помни, мы хотим, чтобы убийство было громким. Убей Вичи, когда она будет обращаться к гостям. И тебя ждет премия. Теперь иди. И передай невесте мое особое поздравление. Тебе пора селить ют. Нужно дать императору настоящий повод приехать в Скайринг. Ну что ж. Славный город Солитьюд. Свадьба будет проходить вот в этом... Воу. Лошадь кто-то запарковал прямо там. Удобно. В чем дело, эльф? Ты ж меня сюда пропустишь, правда? Это славно. Мне просто нужна другая дверь. Странно-странно. Где-то тут должен быть переход. Но его почему-то здесь нет. Ладно. Тогда попробуем пропрыгать. Какие еще варианты? А, тут можно было все это время подняться. Что-то я забыл. Я знаю, что эти беспокойные братья Бори не хотят быть чиницей Эмперии. На мое кровольное поведение. И вообще, это измена. Ну что ж, начинайте свадьбу. Я уже готов. Устрел должен быть идеальный баланс. От этого зависят жизни твоих братьев-солдат. Тут ведь стража нет. Так, капитан. Сосредоточься. На поле боя многое отвлекает. Забудь об этом. Сосредоточься на целях. Я бы мог ее с легкостью снять. Вот где-то с того балкончика. Но это будет неинтересно. Я ее, пожалуй, прихлопну. Но так как нам дает это сделать игра. Все, что вы тут делаете, может спасти вам жизнь. Дорогие друзья и соседи. Я просто хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы здесь. Поблагодарить вас за то, что разделили этот чудес. Да пожалуйста. Витория, нет! Невесту убили! Помогите кто-нибудь! Но уж нет. Валим отсюда. Валим отсюда. Приходите. Эх. Получилось довольно грязно. Но вряд ли они нас поймают. Надо бы выпить немножко зелий. Ай, попал, сука. Ну что? Убийство можно считать успешным. Хм. Можно возвращаться. Вот и все, собственно. Я оторвался от погони. Вернулся в убежище. Для тех, кто не понял, такое вид убийства был отсылкой к четвертой части The Elder Scrolls. К Обливиану. Там мы забирались тихонечко в дом к одному торговцу, по-моему, и скидывали ему на голову... По-моему, башку оленя трофейную. Там он с шести до девяти сидел в кресле. Мы как раз это время тихонечко выжидали у него в подвале. Подрезали крепления. И она его благополучно убивала. Убийство императора. Ха-ха-ха. Знаешь, о чем судачит весь Скайрим? Виттория Витчи, кузина императора, убита на собственной свадьбе. Молодчина. Посмотрим, что предпримет его величество. Благодаря убийству Витчи мы встали на путь, по которому темное братство не шло много столетий. Нас ждет убийство императора. Брат. Я же сказала, иди к Габриэле. Она помогала мне подготовить твой следующий контракт. Контракт на императора касается всех. Класс. Габриэла, так Габриэла. Ну что ж, расскажи мне про мой новый контракт. Дорогой брат, я ждала тебя. Появился следующий контакт, как наверняка уже говорила Астрид. Детали. Теперь император наверняка прибудет в Скайрим, а значит его телохранители, Пенитус Акулатус, вынуждены будут начать приготовление к визиту. За безопасность отвечает командир Марон. Мы с Астрид придумали, как его сломать. Так мы пробьем брешь в защите императора. Твое задание – убить Гая Марона, сына командира. А когда он умрет, спрятать на его теле подложные улики, которые будут указывать на его участие в подготовке покушения на императора. Он собирается выехать из форпоста Пенитус Акулатус в драконьем мосту и провести инспекцию всех городов Скайрима. Отправляйся туда, дождись отъезда Гая Марона и двигайся за ним. Подстереги его в одном из городов и отправь его душу к Ситису. Когда он умрет, оставь на его теле подложное письмо, а дальше положись на судьбу. Да, и последнее. Да. Чтобы заслужить премию, не убивай Гая Марона ни в драконьем мосту, ни на дороге. Убей его в одном из крупных городов. Понял. Там тело скоро найдут, а значит, найдут и письмо, которое улечит Гая Марона в заговоре против императора. Сделай это, и с разрешения Астрид я подарю тебе нечто особенное. Это специальный знак, который нужно отдать Алаве немощной Вайтране. Алава наша старая и добрая подруга. Она сильная провидица. Этот знак позволит тебе увидеть собственное будущее. Такой возможностью никому пренебрегать не следует. Согласен. Куда направится Гай? Нет, поэтому лучше следуй за ним прямо от драконьего моста. Но есть еще один вариант. Мы знаем, что где-то в форпосте Пенитус Акулатус лежит расписание инспекционной поездки. Если ты его найдешь, оно может тебе пригодиться. Можно будет его подкараулить. Я понял. Ступай в тень Гая Марона и исполни приговор Ситиса. Поехали. Значит, следующая наша цель Гай Марон. Не вовремя. Я понимаю. Но ты преувеличил. Я же отправляюсь проверять охрану. И в битву скачу. Что может быть? Если дело касается безопасности страны, смотри, что творится. Кто угодно может войти. Эти идиоты, и прям вернутся. Пущать, если заходи. То, что тогда все? Вот коробка. Надо лечиться, я слишком слаб для сражения с таким драконом. И лечиться по сути-то нечем. Кайф! Фу, ну тут поспокойнее будет. Давай, иди-иди! Сохранимся, пожалуй, потому что мало ли, а вдруг запалят. Так. Средь йод. Мрачный замок. Виндхельм. Рифтен. Вайтран. Я думаю, стоит ждать его в Виндхельме. Потому что средь йод вообще не вариант, а вот Виндхельм. Это наше место. Ладно, погнали. Может дракон уже там пропал? Ни хера он не пропал. Утеритесь с ним, ёбку вашу мать. На то вы и стража! Куда ж ты приземляешься? Морозина. Да, я ещё не умею стрелять на такие дистанции. Да, я ещё не умею стрелять на такие дистанции. Ух ты, ёбку твою мать. Ух ты, ёбку твою мать. Всё, мне пизда. Мне пизда. Мне просто пизда. Надо... Есть защита какая-то? Сопротивление? Многие... Нет, мне пизда. Окончательные, без поворот. Разве что я сейчас отхаваюсь. А, заебись, мне нечем отхаваться даже. Хм... Ну, ладно. Ладно, попробуем ещё раз. Было дурацкая идея выходить с ним на бой. Но надо что-то делать. Шо? А чё никто не воюет? Чё я воюю один с ним? С этой дверью. Оприходуйте его, ребят. Ё-моё. Я слишком слаб для... Я такой зверюй. Но я не сдамся ни в коем случае. Он с кем-то воюет. Он там с кем-то дерётся. И его там кто-то хорошо накоцал. Бля. Надо совать туда. Неожиданный дракон. С кем ты там дерёшься, дракош? Ой, блядь. Отвечая, тролль. Давай, тролль! Ты сможешь! Ко мне-то не подходи, дурачок. Да, блин. Тролль, конечно, красава. Кровавый дракон. Довольно сильная тварь. На моем-то уровне развития. Твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Пошел нахуй. Ой, да ты дебил. Да ё-моё, тут же кончено. Пиздец. Чуть не накидал мне. Да, непривычно, конечно, сражаться с такими товарищами. Можно будет основательно отдохнуть. Да ладно. Он сейчас почесал в Солидиуд. А мы его встретим, пожалуй, в Виндхельме. Так как только мы перенеслись в Виндхельм, он уже, собственно... Ну, вот он уже недалеко от самого Виндхельма. Я пока зайду тут к местным, поторгую немножко. Обзаведусь зельями. И тогда уже приступим к заданию. Пока я, собственно, закупался, я пропустил один ровно час. И этот мудак уже переместился, дабы вы подумали, в Вайтран, мать его ёп. Поэтому, я думаю, его стоит грохнуть за телепортацию. И грохнуть его, пожалуй, стоит я там. Только мне нужен точный выстрел. Тут стража не ходит, поэтому... Я думаю, всё получится. Нихера себе. Ты силён. Откуда ты побежал? Да. У меня явно проблема. А ещё, учитывая то, что у меня не прокачано. Одноручный бой. Хватит! Мудак, хера. Забираем письмо от отца. Нужно ему... Подбросить... Письмо от друга. Письмо... Не понял. Не понял. Пардонте. Шкура... Хм. Загадочная записка. Нет. А, вот оно, компрометирующее письмо. А теперь отсюда лучше уёбывать. Потому что вломают пиздень. А кто вломает? Да все вломают. Я Тан. Прошу прощения, Тан. Я тоже знал, что это ты. В этот раз мы так и быть отвернёмся. Но влияние Ярла тоже не безгранично. Ну, блядь. Будь аккуратнее. Как скажешь. Прощайте. Было... Ёпс. Было приятно. Прощайте. Подумаешь, убил человека. Ну, всякое бывает. С вами всегда приятно иметь дело. Прощайте. Ах, наконец-то. Я с нетерпением ждала твоего возвращения. Да, я знаю. И Астрид тоже знает. Тебе удалось выполнить все условия и заслужить награду и подарок, о котором я говорила. Но знай, что возникла более срочная проблема. Это Цицерон. Произошло несчастье. Иди в убежище. Астрид всё объяснит. Хорошо. Ну, я думаю, перед тем, как делать следующие квесты, мне придётся прокачаться. Потому что я слишком жалок. Тебе скоро станет лучше. Ты как, Визария? Ты так добра. Боюсь, что причинённые шутом раны на деле так же плохи, как и на вид. Проклятие. Такого вообще не должно было произойти. Мы же были осторожны. Мы были осторожны и всё же не досмотрели. Ах! Признаюсь, даже я не могу не согласиться. Давай. Я знаю, Марон мёртв, но сейчас у нас другие проблемы. Давай. Дурак совсем сошёл с ума. Он ранил Визару, попытался убить меня, а потом сбежал. Я знала, что этому психу нельзя доверять. Боюсь, так и есть. Цицерон закрутился, как смерч. И давай крушить всё направо и налево. Было бы смешно, если бы он не пытался нас перебить. Не забудь о его бредовой проповеди про мать ночи, что Молана истинная глава Тёмного братства, а Астрид всего лишь самозванка. Слушай, нам нужно решить эту проблему. Тебе нужно... Слушай, нам нужно решить эту проблему. Тебе нужно найти этого сумасшедшего и убить. Но сперва найди моего мужа. Убедись, что он в порядке. После нападения Арнбьорн был просто в ярости. Когда Цицерон бежал, Арнбьорн пошёл за ним. Они исчезли в глуши. Обыщи комнату Цицерона. Может, там есть что-то, что подскажет нам, куда он направился. Если что-то найдёшь, тут же сообщи. Мне нужно позаботиться о Визаре и успокоить остальных. Нас обманул дурак. И кто теперь дурак? В его комнате мы будем искать дневники. Дневники Цицерона это довольно-таки интересные книжки. Вот что бы кто ни говорил, но Цицерон это персонаж из Обливиона. И в его дневниках полно всяких интересных вещей. я листаю их не по порядку, но в любом случае для себя их точно в памяти освежу, потому что это чертовски интересный рассказ. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Астрид? У меня есть догадка. Удалось что-то найти? Дневники. И что? Там написано, куда он мог сбежать? Данстар. Убежище в Данстаре? Зачем? Ладно, неважно. Тебе пора идти. Живо. Каждая минута на счету, так что возьми моего коня. Его зовут Тенегриф. Найдешь его снаружи у пруда. Скажу лишь, что он один из нас. Найди Арнбьорна. Убедись, что он в порядке. А потом отправь этого шута в пустоту. И поруби его на много кусочков за меня. Да будет так. Что же, дорогие друзья. Мы отправляемся убивать Цицерона. Зачем он так поступил? Да он с самого начала задумал. И продумал каждый свой шаг. Он пришел сюда. Привел сюда мать ночи. Если это можно так сказать. И с самого начала он планировал этот момент. Что же, дорогие друзья. Перед тем, как мы будем проходить темное убежище в С5-10-м мне нужно подкачаться. Потому что 19-й уровень для прохождения следующих квестов слишком мало. Меня просто запинают. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Увидимся в следующих сериях. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok